здравствуйте на канале it on tv программа разбор полетов сегодня веду я михаил горин со мной на связи мои коллеги журналисты марк котлярский здравствуйте марк и марк горин здравствуйте марк да да у нас продолжается суд над господином натаньягу бывшим премьер-министром а ныне главой оппозиции депутатом кнесета продолжается он уже не первый день но вот какая странная ситуация сложилась если до того момента когда натаньягу был премьер-министром то его судебные страсти обсуждались чуть ли не ежедневно и ежечасно во всех средствах массовой информации в социальных сетях и вообще везде где только можно были яростные споры по этому поводу правильно неправильно тот дал так показания тот дал не так показания но вот сегодня натаньягу уже в другом качестве он не в качестве главы правительства понятно что внимание к нему скажем так стало меньше но тем не менее суд продолжается там обсуждается достаточно интересные детали выступает государственный свидетель с какими-то разоблачающими материалами которые очень серьезны но информационно получается некий пшик так несколько публикаций социальных сетях то вообще не замечают аналитики не набрасываются эксперты тоже на эту тему не набрасываются политики не спешат тут же вечерних новостях высказать свое мнение по этому поводу вот почему на ваш взгляд сложилась такая ситуация марк атлерский во первых я не совсем с вами согласен значит на самом деле может быть в русских социальных сетях суду на натаньягу не уделяется достаточно внимания в израильских средствах массовой информации и в соцсетях на иврите как уделялось раньше огромное внимание суду на натаньягу так и уделяется по прежнему поэтому я честно говоря не делал таких далеко идущих выводов наоборот дело в том что пшиком оказывается все дела которые против натаньягу затеяли весь это как бы сыр бор который затеялся как бы ради того ради только одного чтобы лишить натаньягу власти по большому счету при ближайшем рассмотрении выясняется что все эти дела ползут и поэтому тут одна еще из причин скажем так почему я соглашусь немножко чуть-чуть другим скажем накал страстей вокруг суда натаньягу немного спал с точки зрения массовости публикаций нет они продолжаются и везде в любую газет какой ни возьми отдельной строчкой на иврите я подчеркиваю русская пресса как бы это особая статья они даже не хочу отзываться везде отдельной строчкой просто стоит фамилия не натаньягу кликаешь натаньягу моментально появляется как минимум в день 4 5 информаций которые посвящены судебному процессу натаньягу тем более речь идет о трех делах судебных да поэтому я бы сказал что градус несколько снизился это да накал страстей несколько упал упал он просто по одной простой причине потому что все эти дела сшитые белыми нитками они ползут они расползаются и выясняется как было как и говорилось собственно говоря как и говорили достаточно серьезные эксперты по этому поводу как говорили бы юристы что все эти дела вообще вы ездил яйца не стоит по большому счету с точки зрения суда как такового поэтому так а учитывая тот факт как правильно заметили михаил что сегодня все-таки не таньягу не премьер-министр то есть как бы главная цель который ставили перед собой те кто педалировал этот суд она практически достигнута упал соответственно накал страстей но я повторяю это только лишь временная пауза потому что поверьте мне главные события еще впереди понятно маргарин вам слово ну все я могу согласиться может быть и единственное могу согласиться со старым другом коллегой и тезкой господином каратлярским это то что главное события еще впереди вот то есть как и с уважаемым ведущим не все остальное это конечно очень далеко от сути дела на четверо по поводу как бы накала и который спал со справедливого подмечения ну во первых премьер-министр главный человек исполнительной власти страны или яркая фигура понятно что вокруг него тем более все что связано с правыми проблемами всегда вызывает интерес читает ли понятно что вокруг это было много разговоров сейчас уже не премьер-министр слава богу этих разговоров стало меньше что тоже естественно есть дела поважнее каждодневно это что касается того почему спал ну понятно пик интереса прошел суд правильному сказал все впереди суд дело длинное как это крот истории крот правдолюбия роет медленно теперь мы наверное говорили по поводу значимость самого дела мы комментировали разные стороны это уже попробую происходящего мы наверное говорили с разными юристами я сейчас говорю о совершенно конкретной беседе в отличие от широты взглядов моего оппонента это конкретно очень уважаю фамилия не называю просто потому что я не заручался его желанием как бы присуфигурировать в этой программе хотя разговор был открыт и это было интервью вот я его спросил что в самом начале процесса его спросил что он думает по поводу ее будущего результата он сказал ну результат ну как можно предсказывать тем более юристу результат но хочу вам сказать однозначно что если процесс начался то он безусловно придет приговору а по всем когда есть ваших делах по всем этим уголовным статьям по которым возбуждено было уголовное дело и обвинение во всем предусмотрены реальные сроки тюремного заключения я конкретно цитирую опытного юриста известного юриста вот к сведению наших зрителей что касается вообще вокруг этого дела какие-то нюансы я вообще не люблю я какое-то время своей так сказать профессиональной биографии вода у юридической проблематики я не люблю когда обсуждают судебную тематику во время процесса это не хорошо человек есть презумпция невиновности независимо от моего крайне негативного отношения к внутренней политике бывшего премьер-министра я бы желал чтобы он был оправдан и вообще чтобы все это как бы действительно чтобы казалось что он не виновен вот но это все будет решать суд если что допускается это репортаж из зала сюда сюда строгие с пересказом конкретики конкретика почему что сказать о накале ежедневно по на русскоязычных телеканалах телерадиоканалах сообщается о том что происходит вокруг государства свидетеля что он сказал что сказали адвокаты это это точно честно говорят правообозреватели пересказывают что происходит не делая выводов это правильная профессиональная позиция то что говорит государственный свидетель чудовищно если мы исходим из того что он говорит правду теперь очень интересно что адвокаты обвиняемого господина не то не ягу стали все больше и больше напирать на то что с государственным свидетелем очень плохо обращались я не готов верить этого или не верить я думаю что если есть такое заявление то по нему надо узнать отдельное уголовное дело и разбираться с ним правду говорит свидетель не правду говорит свидетель сейчас именно разбираться но сам факт того что такие опытные адвокаты а они невероятно опытные и известные адвокаты у господина они говорят о том как плохо обращались свидетелям они спорят с ним по существу по существу не спорят с тем что он говорит то есть это не опровергается и не подвергает сомнению А если это не подвергает сомнению, то это ужасно. Я не хочу предсказывать выводы, а пусть их делает суд. Но на мой человеческий и профессиональный, если идет о журналистике, о том, как было давление на газе. На первую очередь, интересный нюанс. Я, к примеру, говорю, одно из дел, которое, кстати, государственный юридический советник правительства решил не возлагать обвинение на Нитани Ягу, вопрос этот не окончательный, но пока нет. Это дело подводных лодок. Я опять же говорю с очень серьезными военными экспертом. И они много чего говорили про то, что происходит подводные лодки. Но один факт на меня произвел очень сильное впечатление. Дело в том, что одновременно со строительства подводных лодок Германии для Израиля оказалось, что Германия делает такие же лодки для Египта. В силу отношений между нами и Германией, это произвучало не очень прилично. Нас об этом как бы не спросили, не допредили. Это изменяет баланс военных сил на Ближнем Востоке. Когда наш президент, что на официальное летство предыдущий придет в Германию, он осторожно поменял фрау Меккель на этот факт, ну что сказал КАТ? Я получил прямое разрешение господина Нитаниягу, премьер-министра Израиля, на то, чтобы делать это и для Египта. Значит, насколько опять же известно господин Нитаниягу, не согласовывая-то с военными кругами такое разрешение, во всяком случае, так говорят те эксперты, которыми я беседу. Могу назвать, они достаточно известны на канале Нитон. Марик, я прошу прощения, я прерыву, потому что этот вопрос сейчас только разбирается, для этого собираются создать комиссию. Мы ходим очень по зыбкому полю. Это вопрос отдельного эфира. Я не буду углубляться, я просто пересказал, конкретно процитировал. Я к вопросу о том, что мой оппонент считает, что все дела вокруг обвиняемого сходят на нет. Они не сходят на нет, они становятся все глубже и глубже. Они теряют остатку ежедневного накала, потому что это действительно очень длинная и кропотливая история, и выходят на первые страницы более важные, актуальные вещи. А на самом деле, это все глубже и серьезнее. Да. Есть еще одна тема, которая примыкает к тому, что мы обсуждаем, хотя и не напрямую. Но мне бы хотелось услышать ваше мнение и комментарий по этому поводу. В связи с делом Натаньягу, назовем это так, или с делами Натаньягу, появились два законопроекта. Один законопроект говорит о том, что не может человек уголовно преследуемый занимать пост или даже баллотироваться на пост главы правительства. У него пока шансов на принятие и развитие этого законопроекта нет. По ряду причин, сейчас не буду вникать почему. И второй законопроект, который получил, в общем-то, уже парламентскую жизнь, это законопроект, который гласит о том, что глава правительства не может занимать свой пост больше восьми лет подряд, даже с перерыва. Очень разное отношение к этим законопроектам. Кто-то считает, что это законопроекты имени Натаньягу, а значит, уже они плохи. Хотя министр юстиции, который продвигает эти законопроекты, уверяет, что прямого отношения к Натаньягу они не имеют, потому что они не будут иметь обратные силы. Кто-то говорит, что да, давно пора принять такие законопроекты, а суд на Натаньягу только стал толчком для их продвижения. Ваши отношения к ним? Марк Отлярский, пожалуйста. Ну, на самом деле вопрос достаточно сложный и емкий, потому что речь затрагивается, речь идет о двух законопроектах. Один из которых уже принят, и это закон Гедона Сара, как его называют, и принят он по инициативе Гедона Сара. И как бы Гедон Сара не отнекивался и не говорил, что этот закон никакого отношения к Натаньягу не имеет, это его флагманский закон, о котором он говорил еще до того, когда попал в Кнессет. И вообще, как бы, Гедон Сар относится к тем политикам, которым я не очень верю, так сказать, что он делает что-то с пользой для кого-то. Это, в принципе, относится к большинству политиков, но к Сару в особенности. Это человек, который, собственно говоря, и, кроме того, учитывая тот факт, что его партия по всем показателям, по всем все опросы не дают ему даже преодоление элекционального барьера, понятно, что этот закон нацелен именно на Натаньян. Или памяти его посвящается, скажем так. Понятно, что Сар может говорить, сколько угодно говорит, что закон не имеет обратной силы, но, тем не менее, мы прекрасно понимаем, что там, так сказать, греха таить, куда и на кого нацелен этот закон. Еще раз, я хочу быть правильно понятым, но так получается, потому что, ну, слава Богу, что мы с моим коллегой и уважаемым мною Марком Гориным расходимся в каких-то вещах. Это очень хорошо, что у нас разные точки зрения. Да, но я хочу сказать, что просто оговориться, Миш, чтобы быть правильно понятым, я не являюсь 100% поклонником Бениамина Натаньяна. Как Марик сказал, что он, как бы не, с одной стороны, он не является его поклонником, но, с другой стороны, есть презумпция невиновности, с третьей стороны, он не может не оценить масштаб этой личности, как бы он ему не был отвратительным. То есть, как бы это вполне легитимно, это укладывается, как бы, так сказать, одно мнение совершенно не противоречит другому мнению. Точно так же и у меня отношение к Натаньягу достаточно критическое. Я не могу сказать, что он является моим идолом и человеком, которого я безоговорочно поддерживаю. Я знаю, что он допустил огромное количество ошибок, будь то кадровый подбор и так далее, или, скажем, какие-то вопросы, связанные с социальными аспектами, так сказать, но это не значит, что я собираюсь подвергать его анафеме, учитывая тот факт, что правительство перемен, собственно говоря, всю свою политику строило и строит на то, чтобы противостоять Натаньягу. Это своего рода обсессия, которая, так сказать, овладела людьми. Понятно, почему она ими овладела. Это своего рода такой комплекс неполноценности отношения релипутов к Гулливеру. Ну, понятно, это как бы окей. И с этим связаны все эти законы. Я недалеко ушел от обсуждения, на самом деле. И тот первый закон, о котором вы говорите, что уголовное преступление, как бы человек, который обвиняется по уголовному делу, не должен занимать какие-то должности. То есть, и второе, что человек, значит, не имеет права занимать 8 лет, только 8 лет даже с перерывами. То есть, это все достаточно абстрактные вещи, потому что мы знаем правление Маргарет Тенчер, которое продолжалось достаточно продолжительное время. Мы знаем правление Ангела Меркель, которое тоже было достаточно далеко, много лет. Американские президенты сидели по две каденции, и ничего страшного ни с кем не происходило. То есть, все это, так сказать, что называется, бабушка надвое сказала. Поэтому у меня, как к любым законам, которые принимаются, и затем либо дурно исполняются, либо не исполняются вообще, у меня к этим законам вообще негативное отношение, потому что на самом деле, на самом деле, я не устал и буду все время повторять, проблема заключается в другом, в кардинальном. Проблема заключается в том, что у нас не работает система вообще, любая, правовая, бюрократическая, международная, какая хотите, система. Нам нужен апгрейд системы, нам нужна перезагрузка. А мы тут обсуждаем какие-то законы, тот закон, этот закон, наказывать человека за то, что он в проститутку ходил, или не наказывать его, обвинять министра там, не обвинять министра. То есть, все это, прошу прощения, все это ерунда. По сравнению с системным кризисом. У нас системный кризис. У нас есть разрыв между страной и управлением страной. То есть, страна во многом на передовых рубежах, будь то хай-тек, будь то медицина, будь то военная промышленность и так далее, да, с этой точки зрения. А с другой стороны, так сказать, с точки зрения обслуживания, сервиса, всяких там, так сказать, интернет-привилегий и так далее, мы где-то, разве что, относимся к странам третьего мира. Вот этот парадокс, который для меня намного важнее, чем принятие какого-то того или иного частного закона. Потому что, по сути, он ничего не изменит. Ну, примут они этот закон. Ну, не поставят они Нитаниягу во главе правительства. Или кто-то там, кто уголовным наказуем, он не будет там в кризисе. Дальше что? Что это изменит? Я понял Вашу мысль. Марк, понятно. Это не изменит ничего. Марк Горин, пожалуйста, Вам слово. Значит, сперва, коротко и конкретно. Я по данному вопросу, который задал наш сегодняшний ведущий, делал большое разведное интервью для другого средства массовой информации с квалифицированным действующим юристом. Дословно передаю его мнение. Значит, оба закона, вне зависимости от того, как мы к ним относимся, оба не нарушают основных законов государства Израиля. И поэтому вряд ли будут опровергнуты Верховным судом. Я не вижу оснований для таких опровержений стран Верховного суда. Поэтому они, скорее всего, будут приняты в сегодняшний калиф. Это вот то, что касается конкретного ответа на этот мир. Я прошу прощения, что я, в общем-то, мои слова изобилуют цитатами. Но дело в том, что мы касаемся таких тонких, сложных вопросов, где все-таки лучше ссылаться на мнение людей, обладающих определенным образованием. Но и все-таки вот здесь я свое мнение выскажу. И по поводу законов, и по поводу сказанного моим коллегой. По поводу законов так. Что касается двух сроков, то, в принципе, это правильно. И вот, Марк, я не хочу ничего говорить на слове. Но когда он остался, что по две каденции сидели американский президент, так оно вроде о двух каденциях идет речь. Я практически его поддержал этот закон. Вот. Таким образом. Но не в этом дело. Значит, он, в принципе, правильный. Но он... Это черта президентской республики. У нас парламентская. Это что касается закона... Мы сейчас на секунду вернемся к этому. Просто я доскажу по поводу самих законов. И что касается закона о том, что, ну, будучи под уголовным обвинением, и судебным расследованием не надо быть возглавлять коалицию, вот так, житейским языком говоря, то, скажем так, мне бы не хотелось, чтобы человек, который возглавляет государство, в котором, значит, я граждан, в котором я являюсь, находился под судебным расследованием, которое чревато просто приговором, уговором. Это то, что касается данных закона. А теперь о том, что сказал Маркс, с которым я в данном случае полностью согласен. Но я полностью согласен с тем, что он сказал. Не буду пересказывать, потому что согласен. И вот от того, что сказал Маркс совершенно справедливо, может быть, и по поводу, вот поскольку вопрос стал именно о данных законах, может быть, сказать следующее. Я не говорю о том, нравится мне это или нет. Но может быть, судя по тому, что выдвигается такой закон о двух сроках и принимается уже в первом сентябре. Может быть, общество, и в силу того, что сказал Марк, тех неосадков, которые мы видим каждый день в своей жизни, может быть, общество зрело до президентской республики. Создав Парламентскую республику Израиль, отцы-основатели, может быть, они прибыли в десятый класс, не пройдя пятого. Парламентская республика – это более уровень. Ну, вот Америка живет как президентская, и Франция живет как президентская и так далее. Я уже не говорю о конституционных монархиях. Может быть, нам нужна президентская республика. У нас в стране собраны группы людей ментальностью, ну, не хочу никого не обидеть, никому это нет, ну, от каменного века до 23-го. Это разные группы людей. Нужны какие-то решения, которые были бы понятны, однозначные и всем понятны. Это очень хорошо, когда идут дискуссии. Но поскольку ментальности разные, они приехали из разных стран, то, может быть, нужны простые, четкие и однозначные решения. Скажите другое, как бы оппонируя мне, можно сказать, другое. Президентская республика думать нельзя. Это опасно. И просто опасно. Чреват огромной опасности. Пока нет в стране конституции. Но, может быть, следует подумать, сегодняшняя коалиция, которая, ну, наконец-то, в ней нет представителей тех партий, которые утверждают, что наша конституция Тора, это их конституция Тора, для меня она не конституция. Я с уважением от этого документа. Он уникален, он знамя еврейского народа, но это не конституция. Нужно, может быть, поставить вопрос о создании конституционной комиссии, потому что не сделать такого шага тех проблем, о которых сказал Марк, на мой взгляд, они будут перетекать в той или иной форме, но нужно действительно апгрейд, как сказал Марк, и вот таким апгрейдом для такого масштаба, на мой взгляд. Я не говорю, что мне нравится самая идея президентской республики, парламентская науча, может быть, для нее просто еще не созрели. Посмотрим. Коллеги, большое спасибо за этот разговор. На этом все. Напомню, что с нами на связи были израильские журналисты Марк Котлярский и Марк Горин. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова